МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директора спортивной школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике, исполняющей обязанности президента Федерации тяжелой атлетики Ставропольского края. Валерий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, в первую очередь хочется узнать вообще о работе учреждения. Что это такое школа Олимпийского резерва по тяжелой атлетике и какая у вас история? Школа Олимпийского резерва по тяжелой атлетике организована 13 лет назад. Это предшествовало тому, что в 80-х годах прошлого столетия начала развиваться тяжелая атлетика в Ставропольском крае. Был такой тренер Акопный Валентин Данилович, который организовал эту деятельность. И, значит, тяжелая атлетика пошла вверх. Значит, далее начали проводить соревнования по тяжелой атлетике. Открылся спортивный комплекс Олимп в городе Невиномыске. И там мы провели 7 соревнований российского масштаба, чемпионата России и Кубок России, 5 чемпионатов Южного федерального округа и Северокавказского округа. Ну и наши, значит, спортивные соревнования краевые. Где-то около 200 соревнований. Далее, значит, растили наших спортсменов. Появился Андрей Чемеркин, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, под руководством тренера книги Владимира Никитыча, которые, значит, выиграли Олимпийские игры в 96-м году. И затем в 2000-м году Андрей Чемеркин был третьим на Олимпийских играх в Австралии. И далее бурно развивается тяжелая атлетика. И мы открываем в 2009 году школу Олимпийского резерва. В настоящее время в нашей школе занимается 144 человека. Значит, создано у нас 7 групп высшего спортивного мастерства. 18 человек. Это те, которые являются мастерами спорта. И 7 групп спортивного совершенствования. Их 42 человека. Они кандидаты мастера спорта. Вот этот контингент. Остальные у нас занимаются в учебно-тренировочных группах. Вот. Имеют, конечно, спортивные разряды. Вот. За время существования школы мы подготовили 3 заслуженных мастера спорта. 6 мастеров спорта международного класса. Более 49 мастеров спорта России. Значит, 221 кандидат мастера спорта. И, значит, спортсменов массовых разрядов. Значит, всего, значит, за этот период, значит, мы участвовали и в международных соревнованиях, и в Олимпийских играх, и, значит, на уровне всероссийского масштаба. Всего, значит, завоевано нами 37 золотых медалей. Значит, 29 серебряная и 21 бронзовая медаль. Значит, в этом году, значит, у нас 4 человека спортсменов получали стипендию губернатора. 10 человек наших спортсменов занимаются у нас, но числятся в региональном центре спортивной подготовки. Там получают зарплату. Вот, значит, одна спортсменка у нас, Пшунова Диана, является победительницей смотра конкурса среди девушек всех, всех видов спорта. Вот, поэтому, значит, вот такая деятельность нашей школы. Наша школа находится в Невиномыске, основное наше предприятие, и 10 структурных подразделений. Города Буденовские, Новоалександровские, и по краю вот 10 таких отделений созданных, в которых занимаются только лучшие спортсмены, которые завоевали право, значит, заниматься в нашей школе. Ну, на самом деле, Валерий Викторович, вы так быстро пробежались буквально по всем моим вопросам, а будем теперь с вами подробнее разбираться в каждом, подробнее вдаваться в детали. И все-таки вот 13 лет, да, вы работаете, работает школа, и столько уже наград, столько достижений. Можно ли сказать сегодня, что вот с ходом времени, с течением работы поменялось, изменилось отношение к тяжелой атлетике? Стала ли она востребованием, популярнее среди самих спортсменов, и стало ли больше побед с годами, с успехами? То есть школа работает, как-то успешнее становится? Вы знаете, да, школа работает, и, значит, появляются спортсмены, вот, которые защищают честь Тавропольского края. Ну, например, значит, наш спортсмен, заслуженный мастер спорта, значит, в прошлом году, в конце декабря месяца 2021 года, стал бронзовым призером чемпионата мира, значит, который проходил в Ташкенте. Пятое место он занял в сумме двоеборья. И также второй спортсмен, наш мастер спорта международного класса, Купцов Георгий, тоже, значит, выступал на этих соревнованиях, чуть-чуть, значит, не дотянул до призеров, но был, значит, седьмым в этих соревнованиях. Вот, если смотреть на соревнования внутри нашей России, то, значит, Купцов и Петров были на спартакяде сильнейших спортсменов России нынче первыми, заняли первое место. Наша Елена Стародубцева, мастер спорта, значит, она заняла третье место в спартакяде. Ну, естественно, что немножко, конечно, вот ковид нам немножко, значит, приостановил работу, но сейчас все возобновилось, и мы проводим множество соревнований. Мы проводим, положим, в этом году семь соревнований краевого масштаба, где выступают различные возрастные группы. Это и чемпионат, и кубок Ставропольского края по тяжелоатлетике среди мужчин и женщин. Вот, это и первенство среди юниоров, там, 15-20 лет. Это и первенство среди юношей, где выступают и девушки, и юноши. Это и наши соревнования спортивной школы, на первенство спортивной школы. Вот, и провели соревнования, значит, в честь Дня физкультурника нынче. Поэтому вот семь соревнований, которые мы провели на уровне, так сказать, нашего края. Ну, вот есть и мастера спорта, и кандидаты. Какой вообще возраст вот тех, кто... Значит, мы принимаем с 10 лет. То есть это даже дети у вас занимаются? Да, это дети. Значит, но мы принимаем не просто желающих в нашу школу. Мы принимаем, значит, занимающихся те, кто прошел наш отбор, во-первых. Во-вторых, наши экзамены для вступления в школу. Но вообще, значит, наши дети занимаются в 10 детско-юношеских спортивных школах на местах. Там тоже созданы детско-юношеские спортивные школы, которые выступают в наших соревнованиях, добиваются определенных результатов. Если выполняют норматив и разрядность, мы берем их в школу. Вот. А вообще, по краю, у нас, значит, занимается 2560 человек. Ну, конечно, это не очень много, но по сравнению с прошлым годом, вот мы выросли на 60 человек. Вот, Валерий Викторович, а правильно ли я понимаю, что занимаются только мальчики или девочки тоже есть? Да, значит, к великому удивлению, и, значит, это прекрасно, к нам пошли девочки. И вот на первенствах и чемпионата у нас практически около 20-30 девушек выступают на наших соревнованиях. Вот. Поэтому у девочек, значит, сейчас наблюдается рост спортивных результатов, да. Они, будем говорить, обгоняют наших юношей, да. Вот. Я имею в виду юноши не взрослых, так сказать, спортсменов, а юноши. Поэтому я бы хотел добавить к этому, значит, ну, например, кого, значит, ну, та же вот Пшунова Диана. Она лауреат конкурса, значит, среди девушек всех видов спорта. Она в этом году заявала, значит, на первенстве России среди девушек первое место. Заняла второе место среди юниорок, это на, так сказать, на возраст выше. Она была второй на, значит, на первенстве. Значит, второй была на Спартакеаде, значит, учащихся России. Вот. Значит, Шестопалова Виктория тоже в первенстве России среди юниорок занимает третье место у нас в настоящее время. Вот. Чернова Дарья тоже занимает, значит, серебряный призер первенства России среди девушек. Значит, мы сегодня можем говорить, что разрушают стереотипы наши ставропольские спортсменки и тоже на уровне с мужчинами, с парнями выступают. Да, да. И тоже самое девушке занимается с 10 лет и довольно-таки успешно получается у них вот такой сложный вид, как тяжелая атлетика. Ну вот если со спортсменами все понятно, а кто же тренирует их? Расскажите о тренировском составе. Значит, у нас 12 тренеров. Значит, два тренера заслуженных. Вот. Десять тренеров имеют высшую квалификационную категорию. И два тренера имеют вторую категорию. Вот. Значит, если говорить о тренерах, то, конечно, надо сказать о Владимире Никитовиче книга. Это тренер олимпийского чемпиона Чемиркина Андрея. Вот. Далее он тренировал и Беджаняна, значит, который тоже стал, значит, серебряным призером чемпионата мира дважды, так сказать, и занимался у нас. Вот. Конечно, книга завевала много наград. Он награжден медалью дружбы. Вот. Орденом дружбы, вернее. Значит, медалью за заслуги перед Тавропольским краем. Вот. Медалью Герой труда с Таврополья. То есть это высокие награды, которые, значит, показывают, что человек хорошо трудился и завевал на благо Ставропольского края вот такие хорошие места. Значит, надо отметить еще, значит, Вячеслав Михайлович Адаменко, тренера в Буденовске. Вот. Тот тоже заслуженный тренер России. Награжден, значит, отличником физической культуры. Награжден почетной грамотой губернатора Ставропольского края. Вот. Имеет награды «Спортивная слава Ставрополья». Вот такие, значит, наши тренеры. Надо отметить и Игоря Николаевича Смолякова, тоже тренер высшей категории, сам мастер спорта международного класса. Вот. Тоже имеет множество наград, в том числе и почетную грамоту губернатора Ставропольского края. Здесь можно отметить и Александра Бабкеновича Бабаджаняна, тренера высшей категории, который тренирует в Георгиевске. Вот. И, значит, имеет тоже почетную грамоту губернатора Ставропольского края. Это и Горчаков Николай, значит, и Викторович, который тоже тренирует в Буденовске наших спортсменов. То есть плеяда, значит, наших тренеров на высоком уровне. Поэтому мы гордимся ими, и приносят они славу Ставрополье. Хороший тандем получается у хороших тренеров, хорошие спортсмены. И вот мы с вами буквально так по этапу найдем. Начали со спортсменов, тренера, а теперь материально-техническая база. Вот расскажите об этом. Значит, материально-техническая база у нас в 2015 году построили в поселке Солнечнодольске, откуда книга и Чемеркин, спортивный зал по тяжелой атлетике, специализированный. Значит, он оснащен самыми современными тренажерами, самым современным инвентарем, вот. Помосты хорошие, значит, и там мы проводим все свои краевые соревнования. Вот этот комплекс оснащен и сауной, где можно, так сказать, пройти реабилитацию после тренировок, после тренировок. И имеют хорошие раздевалки, душевые комнаты для тренера. То есть по самому современному, значит, построен этот комплекс. Далее у нас неплохая база в Кумской долине. Там тоже имеется спортивный зал, значит, зал тренировочный, значит, на 8 помостов. Тоже сауна, вот. Поэтому и там тоже мы проводим соревнования. У нас вот так получилось, что юноши и девушки, то есть юноши в основном с того региона. Буденновск, Георгиевск, значит, Левокумский район. Поэтому мы вот стараемся и юношеские соревнования проводить там. А уже чемпионаты и кубки, значит, мы проводим в поселке Солнечнодольск. Вот. И в каждом городе, где занимаются наши тренеры, довольно-таки хорошая спортивная база для занятий тяжелой атлетики. Инвентарь очень, так сказать, высококачественный. Ну, если, значит, зрители, наверное, знают, что такое штанги Элейко. Нет, не знают. Шведские штанги. То есть это, значит, хорошие штанги, которые амортизируют, так сказать, и которые приятно поднимать. Ну, если есть эксперты, зрители, то поймут, что действительно это хорошая оборудование. На которых проводится, ну, наше первенство, значит, о России, значит, и международные соревнования на таких штангах. Мы их имеем. Можно действительно сегодня гордиться вашими успехами. А вот к процессу того, как спортсмены попадают к вам, очень интересно вернуться. Вот из чего он состоит? Что должны сделать родители, если мы говорим о детях, которые приходят к вам? Как вообще попасть в школу Олимпийского резерва по тяжелой? Значит, вот школа Олимпийского резерва – это, значит, школа, которая, так сказать, работает уже с тренировочных групп. То есть так ребята, значит, с улицы мы не принимаем. Уже должны быть навыки. Да, мы рекомендуем им просто в спортивную школу. Вот в десяти городах у нас спортивные школы. Они проходят сначала там подготовку. Сначала в группах начальной подготовки нужно пройти, так сказать, два-три года. Научиться поднимать, значит, штангу. И потом, когда они подрастают и когда начинают участвовать в соревнованиях, выполняют норматив для перехода на тренировочный этап, мы берем их в школу. А как организован процесс того, когда спортсмены уезжают на соревнования? Вы ли его организуете? Как вообще проходит вот эта подготовка? Ну, подготовка проходит под руководством тренеров, конечно. Значит, у нас есть средства для подготовки спортсменов. Естественно, определенная часть спортсменов, которые готовятся к соревнованиям, проходит учебно-тренировочный сбор. То есть мы их кормим, мы их одеваем, мы их направляем на соревнования. Значит, тренер везет их на соревнованиях. Естественно, стараемся, чтобы они разместились в хорошей гостинице. Значит, есть общий ПИД, где наши спортсмены определенно питаются, так сказать. Вот. Ну и пытаемся, значит, не просто их отправить, а с комфортными условиями. Если это нужно самолет, значит, мы направляем на самолет их, чтобы быстрее, так сказать, они прилетели туда. Ну, вот сегодня, например, в этом году, значит, соревнования в Новом Уренгое были, чемпионат России. Значит, в прошлом году в Хабаровске, поэтому это далеко, поэтому мы стараемся их направить, чтобы им было комфортно. И, значит, ну, до, так сказать, много соревнований у нас и в нашем регионе проводится, вот, например, в Старом Асколе или в Суко, Анапа. Здесь уже поближе, значит, мы пытаемся их направить на поезде, значит, в хороших поездах, чтобы спортсмен чувствовал себя в комфортных условиях. Вот уже к концу подходит 2022 год. И как сегодня, вот, по итогам работы в этом году, вы можете сказать о деятельности вот Школы Олимпийского резерва? Какие, наверное, самые главные достижения этого года и вообще какие-то выводы из всей работы, всей деятельности? Ну, вот, и самые главные, значит, это спартакиада, значит, сильнейших спортсменов, значит, страны. Это уровень спартакиады народов СССР, которых были раньше, сейчас возобновляет эту спартакиаду, и туда попали наши сильнейшие три спортсмена. И я считаю, что это наша заслуга. Вот. Спартакиады учащихся, это тоже комплексная спартакиада, где, значит, мы пытаемся, чтобы наши ребята, и как раз на этих соревнованиях наши тоже завоевали медали на спартакиады. Это уже финал спартакиады, значит, учащихся России. А если говорить о планах на 23-й, следующий, есть ли что-то у вас? Вообще какой настрой на новый год? Значит, следующий год только вперед, только вперед. Следующий год еще ознаменуется тем, что мы начинаем работать по новому закону, закону, федеральному закону, значит, о переводе, значит, детских спортивных школ, значит, на новый, так сказать, этап соединения спорта с образованием. Вот. Поэтому мы должны, так сказать, перейти на этот этап, значит, по новым программам образовательным. То есть здесь будет не только спорт, но мы будем заниматься и воспитанием детей, образовательный процесс пойдет. И наши снова тренеры перейдут, тренеры-преподаватели. Вот. Поэтому это тоже серьезный, так сказать, этап нашей жизни на следующий год. А как вы считаете, почему это важно сегодня? Не только заниматься спортом, но и образованием? Вот в этом ключе именно. Ну, потому что сегодня жизнь идет вперед, значит, наши, так сказать, наши умы далеко заходят вперед, и надо, так сказать, и в информационной политике, и в антидопинговой политике, и в политике, так сказать, пропаганды, спорта. Вот. На спорт, здоровый образ жизни, так сказать, все это дает, значит, нашим и тренерам, и нам, значит, перейти на новый этап развития физической культуры и спорта. К слову об информационной политике. Что с вашей информационной политикой? Где, может быть, есть какие-то ресурсы, где можно посмотреть, почитать информацию о вас? Да, у нас, значит, организован свой сайт. Во-первых, все соревнования освещаются через сайт. Вот. Или на сайте Федерации тяжелой атлетики. У нас, кстати, создана такая Федерация тяжелой атлетики. Вот. Там все эти моменты. Сейчас мы переходим в Министерство спорта на информационную политику, и только через сайты, значит, будем работать с ними, так сказать. Бумажки мы уже откидываем в сторону и ведем свои программы и все тренировки через, значит, нашу информационную систему. То есть ни одна тренировка не проходит у нас без, так сказать, показа, значит, общественности, как у нас ведут занятия тренеров. А как сами тренеры отнеслись к этому? Ну, немножко, конечно, поворчали, но жизнь идет. И потом, значит, они увидели, значит, какой прогресс в этом. То есть здесь заинтересованы и родители в этом плане. Они смотрят, чем занимается их ребенок, какие нагрузки выполняет этот ребенок. Ну, и трениров тоже немножко подстегивает это дело. Ну, вот как-то смотрят наверняка, дают обратную связь. Вот какая все-таки обратная связь у родителей, воспитанников школы, у самих спортсменов уже состоявшихся? Что говорят о деятельности вашей? Ну, положительно. Они положительно относятся к этому вопросу. Все на виду уже, так сказать, ничего не скрыть, если раньше где-то, может быть, какой-то тренер бросил мяч, да и все. Сейчас надо выполнять те условия, которые предъявляет нам новая система. Ну, действительно, можем говорить, что сегодня родители довольны тем качеством услуг именно спортивного процесса, который вы оказываете, который оказывают тренеры. Да, это мы видим на то, что родители сами ездят на соревнования с детьми. Не везут их сами, а именно ездят болеть, смотреть соревнования. Вот, потому что все дети у нас ездят только за наш счет. Только за счет субсидий правительства Ставропольского края, губернатора. Вот, поэтому в этом деле мы не страдаем. Родители не платят за наших детей. Ну, получается, что помимо основных целей, задачи воспитать и сделать настоящих спортсменов, вы еще такие вот дополнительные цели у вас, это семейность, сплочение, получается, спорт объединяет сегодня? Ну, конечно, если положим в Новоалександровске, в одной семье Шестопалова, я вот называл Вика, мастер спорта, у нее четыре сестры, все четыре сестры в тяжелоатлетике, да. Вот и итог. Он постоянно приезжает, да. Есть семья Прокудиных, то же самое. Вот. И часто бывает, что брат и сестра или брат-брат занимаются у нас в тяжелоатлетике. Он видит, что его, значит, брат сильным становится, крепким, идет за ним. Спасибо, Валерий Викторович, за визит в нашу студию. Желаем вам успехов, успехов в самой школе Олимпийского резерва, успехов спортсменам нашим, и будем обязательно болеть, и чтобы все планы задуманные обязательно осуществились. Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях был Валерий Изотов, заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. А вы смотрели программу «Актуальное интервью». С вами была я, ведущая Кристина Алексеева. Не переключайтесь, занимайтесь спортом, оставайтесь на своем.